Здравствуйте! Сегодняшняя тема микрофлора воздуха и формула Амелянского. Тема актуальна не только для студентов-медиков, изучающих микробиологию, но и для всех нас, поскольку пандемия коронавирусной инфекции связана с воздушным путем распространения микроба. Сегодня вы узнаете о микрофлоре воздуха, о фазах бактериального аэрозоля и о том, что такое формула Амелянского. Дорогие друзья, современный способ изучения микробиологии это наш видеоканал популярная микробиология и ЗОЖ. подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Микрофлора воздуха. Воздух содержит значительное количество микроорганизмов. Воздухом микробы переносятся на большие расстояния, но в отличие от воды и почвы, где микробы живут и размножаются, в воздухе микробы лишь сохраняются некоторое время, а затем погибают вследствие неблагоприятных факторов. Неблагоприятные факторы высыхания, действие солнечной радиации, смена температур, отсутствие питательных веществ. Самые устойчивые микробы могут долго сохраняться в воздухе и обнаруживаться там с большим постоянством. К постоянной микрофлоре воздуха относятся споры грибов и бактерий, сорцины и другие пигмента образующие котки. Количество микроорганизмов в воздухе колеблется и зависит от расстояния до поверхности земли, от близости населенных пунктов. Больше всего микробов содержит воздух промышленных городов, меньше всего в воздухе лесов и гор. В воздухе закрытых помещений микробов гораздо больше, особенно если там большое скопление людей. В открытом воздухе количество микробов зимой меньше, а летом больше. Патогенные микроорганизмы попадают в воздух от людей или больных или бактерионосителей, а также от животных. Выделяются они через дыхательные пути. Патогенные микробы могут попасть в воздух от загрязненных предметов или из инфицированной почвы. Споры фитопатогенных грибов рассеиваются с растений и разносятся ветром. При заболевании верхних дыхательных путей человек становится источником и окружающий воздух содержит патогенные микробы, выделяемые человеком. Стафилококки, стрептококки, микробы дифтерии, коклюша, туберкулеза, различные вирусы, вирусы кори, гриппа и вирусы коронавирусной инфекции. Вдыхая воздух, содержащий эти микробы, человек может заболеть. Этот путь передачи инфекций называется воздушно-капельным, возможно передача и воздушно-пылевым путем, если микроорганизмы попадают в воздух с пылью. Фазы бактериального аэрозоля. Различают три фазы бактериального аэрозоля. Микробы могут находиться в следующих фазах. Капельный аэрозоль состоит из мелких жидких частиц, взвешенных в воздухе и содержащих большое количество микроорганизмов. Это могут быть капельки слюны или капельки мокроты, которые выделяются при разговоре, кашле и чихании. Например, при чихании воздух выбрасывается от 4000 до 40 тысяч капель диаметром 20-100 микрометров. При увеличении капель до 10 микрометров они могут длительно находиться в воздухе. Многие патогенные микробы малоустойчивы во внешней среде и заражение человека возможно лишь в непосредственной близости от больного. Такой воздушно-капельный путь характерен для кори, гриппа, коклюша, менингита и коронавирусной инфекции. Следующая фаза бактериального аэрозоля, помимо капельного, это капельно-ядерный аэрозоль и пылевой аэрозоль. Эти аэрозоли состоят из подсохших частиц слюны и мокроты или из частиц пыли, взвешенных в воздухе. Находящиеся в ядрышках микробы защищены белковой ополочкой подсохшей мокроты и длительное время могут быть жизнеспособными. С частичками пыли в воздух могут попадать споры сибироязвенных бацилл. В ядерном аэрозоле коринобактерии дифтерии могут оставаться жизнеспособными в течение суток. Гемолитический стрептококк до двух суток. Микроорганизмы туберкулеза до 18 дней. Благоприятные условия для воздушно-капельного распространения инфекции создаются в закрытых помещениях. Там концентрация патогенных микробов в воздухе может быть очень значительной. Возможность аэрогенного инфицирования на открытом воздухе возникает гораздо реже. В борьбе с воздушно-капельными инфекциями большая роль отводится очистке воздуха путем вентиляции и дезинфекции. Формула амелянского и санитарно-показательные микробы. Санитарно-показательным микробам воздуха, то есть микробам, которые характеризуют загрязнение воздуха, относят гемолитический стрептококк и золотистый стафилококк. В чем заключается практическая работа по определению микробного числа воздуха. Необходимо установить чашку петри с мясопептонным агаром на горизонтальной поверхности. Затем открыть чашку на пять минут, потом ее закрыть и перевернуть вверх дно. Чашку инкубировать при 37 градусах цельсия 1 сутки. На втором этапе подсчет количество колоний, которые выросли на поверхности питательной среды. Установлено, что за пять минут на площади 100 квадратных сантиметров оседает столько микробов, сколько их содержится в 10 литрах воздуха. Рассчитав площадь питательной среды в чашке петри и зная количество выросших колоний, можно определить количество микробов в одном кубическом метре воздуха. Формула Амелянского. Х равен в числителе А умноженное на 5 умноженное на 100 умноженное на 1000. В знаменателе В умноженное на Т умноженное на 10. Х это содержание микробов в одном кубометре воздуха. А количество колоний, выросших на поверхности плотной питательной среды. Б. Площадь чашки петри определяется по формуле Пи-Р квадрат. Т. Это время, в течение которого шло оседание бактерий на поверхность питательной среды. Одна тысяча литров это один кубический метр. Благодарю за внимание.